Финал истории Джохара Царнаева, возможно, не был окончательным и бесповоротным. У приговоренного к смертной казни террориста чеченского происхождения появился шанс остаться в живых. Адвокаты Царнаева намерены добиваться для своего подзащитного нового судебного процесса. Перспективы повторного суда для Царнаева оценил мой коллега, бакалавр наук в области уголовного правосудия США, Валерий Кипелов. Он присоединяется ко мне в студии. Валера, добрый день. Далее за добрый день. На мой взгляд, перспективы у нового суда туманны. Тем не менее, защитники бостонского бомбиста уверены, суд над Джохаром Царнаевым в Бостоне, в городе, где произошли теракты, не мог привести к объективному итогу. Повышен интерес прессы и интенсивность, с которой СМИ, а также социальные сети освещали все судебные заседания. И вообще все, связанное с братьями Царнаевыми, также могли сыграть против подсудимого, считают адвокаты. Соответствующий документ на 39 страницах с требованием повторить и перенести суд подальше от места преступления направлен федеральным властям. Новый судебный процесс на другой территории необходим по причине продолжительной и неослабевающей информационной кампании вокруг суда над Джохаром Царнаевым. Кроме того, тесная связь между членами коллегии присяжных и всеми событиями, окружавшими взрывы на бостонском марафоне, не могли не помешать беспристрастному судебному решению. Напомню, 15 апреля 2013 года Тамерлан и Джохар Царнаевы устроили два взрыва самодельных бомб на финишной прямой ежегодного бостонского марафона. Тогда погибли трое человек, включая одного ребенка. 264 получили травмы и увечья. Братья-террористы пустились в бега и несколько дней скрывались от полиции ФБР. Старший Тамерлан был убит полицейскими при попытке задержания. Джохара обнаружили и арестовали позднее. Он скрывался в лодке во дворе частного дома. Следствие и суд над младшим Царнаевым длились около полутора лет. Выслушав показания примерно 150 пострадавших и свидетелей терактов, присяжные единогласно признали 22-летнего выходца из Чечни виновным по всем 30 пунктам обвинения. Эти же присяжные выбрали для подсудимого высшую меру наказания. Сам Джохар и его адвокаты не оспаривали факта участия подзащитного в теракте, однако пытались переложить основную часть вины на старшего брата. Но суд не внял их доводом. Просьбу о новом судебном процессе для Джохара Царнаева его защитники подают уже второй раз. Адвокаты радикализировавшегося эмигранта из России обращались с подобным требованием около месяца назад, однако тогда федеральные судьи инициативу отвергли. В данный момент приговоренный к смертной казни Царнаев находится в тюрьме для особо опасных преступников в городе Флоренс, штат Колорадо. До приведения приговора в исполнение, вне зависимости от успеха адвокатов, в их последней попытке сохранить террористу жизнь могут пройти годы. По статистике апелляционные процедуры в США могут тянуться несколько лет. Спасибо, Валера. Валерий Кипилов о перспективах нового суда над Джохаром Царнаевым. Спасибо. Спасибо.